Послание Якова – одно из емких, практичных и значимых библейских посланий. Несмотря на то, что Лютер считал его соломенным, а отцы церкви вообще не включили в канон Нового Завета, оно продолжает быть частью Писания и ведет нас к небесам. Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Сегодня мы начинаем неконтекстуальный разбор послания Якова. Оно было написано одним из самых загадочных, наверное, апостолов Яковом, которого называют Брат Господень. Еще у него было прозвище Верблюд, потому что он вел достаточно интенсивную молитвенную жизнь, и говорят, что его колени были в таких, знаете, серьезных мозолях. Кто жил или живет в Средней Азии, и вообще в Азии знаком с верблюдами не по зоопарку, тот хорошо понимает, о чем идет речь. А вот что об этом пишет историк церкви Евсевий Кисарис. Вот этот самый Яков, которому в древности было дано прозвище Праведный, за его исключительную добродетель, и который, как рассказывают, получил епископский престол в Иерусалимской церкви. Он был необыкновенно добрым человеком и много времени проводил в молитвах. От этого, как рассказывают, его колени стали твердыми и мозолистыми, как колени верблюда. От того и его второе прозвище – верблюд. Вот что о нем пишет византийский историк Георгий Амартол, или монах, как его называют, который описывал историю церкви, начиная с апостольских времен до 842 года после Рождества Христова. «Великий Яков – брат Божий. Колени его расслаблены были, как у верблюда. Из-за великой праведности его и удивительной жизни наречен был праведником и верблюдом». Скорее всего, Яков обратился к Богу в промежутке между смертью и воскресением Иисуса Христа. Апостол Павел пишет о том, что когда Иисус воскрес, он явился многим братьям, и, перечисляя список апостолов, он называет Якова, который уже на тот момент был верующим. Кроме того, Яков упоминается в 12 главе книги «Деяния апостолов» в 17 стихе, в 15 главе с 13 по 17 стихи и в 21 главе в 18 стихе. Он же держит вступительную речь на знаменитом Иерусалимском соборе, когда апостолы принимали решение о принятии определенных правил для язычников в церкви. Поскольку, как нам известно, около 62-го года по Рождеству Христову Яков был сброшен с крыла Иерусалимского храма и побит иудеями камнями, по крайней мере, так свидетельствуют Иосиф Флавий и Евсевий Кисарийский, послание не могло быть написано позже этого. Оно датируется примерно от 60-го до 62-го года по Рождеству Христову. Как вы считаете, насколько важно это послание? Может быть, Лютер был прав, и оно действительно соломенное и не особенно актуально, особенно для сегодняшней современной церкви.